Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня, 19 июля 2021 года, наш профессиональный праздник – День Селевика. Прежде всего, мне хотелось бы рассказать о том, что нам пришлось принять трудное решение о 6-й международной конференции «Селевые потоки. Катастрофы. Риск. Прогноз. Защита». Мы готовили конференцию в Таджикистане к сентябрю 2020 года. Однако пандемия коронавируса привела к тому, что границы многих стран оказались закрытыми, резко сократилось авиасообщение. Поэтому сначала мы перенесли конференцию на 2021 год. Однако пандемия в этом году не исчезла, и многие ограничения остаются с нами до сих пор. Кроме того, в последней неделе обострилась ситуация на таджикско-афганской границе, которая проходит вдоль реки Пяндж. Вдоль Пянджа мы планировали маршрут полевой экскурсии для участников конференции. К сожалению, в нынешних условиях это невозможно по соображениям безопасности. Поэтому мы были вынуждены принять решение о том, что конференция состоялась в сокращенном заочном формате в 2020 году. Нами был издан сборник трудов конференции. Также вышли два специальных выпуска журнала «Геориск» со статьями ее участников. Место и время проведения седьмой конференции будет выбрано в будущем. Я очень надеюсь, что скоро мы сможем вновь собраться и обсудить накопившиеся вопросы. Коллеги, давайте также вспомним тех, кого мы потеряли за прошедший год. С нами не стало Анатолия Михайловича Лихатинова, Станислава Александровича Макарова, Нины Константиновны Кононовой, Атара Георгиевича Натишвили, Георгия Ираклиевича Херхиулидзе. Многих из них вы знали по публикациям или лично. Также ушел из жизни первый президент селевой ассоциации Константин Николаевич Носов. Помянем их добрым словом. Они останутся с нами навсегда. Сейчас у многих селевиков полевой сезон. В этом году было несколько выдающихся селевых событий. Таких, как обвал, перешедший в сель в округе Чамали в индийских Гималаях. Сели в районе Ялты, в Наманганской области Узбекистана, в Чарынском каньоне Казахстана, в Нурабадском районе Таджикистана, в Аксийском районе Киргизии, в нескольких районах Дагестана, в префектуре Атами, в районе Токио. Во всех этих и во многих других районах нужны опыт и знания профессионалов, которые занимаются оценкой селевой опасности и разработкой мероприятий по защите от селевых потоков. Желаю вам успехов и здоровья. С днем селевика!